Важное значение в совершенствовании нашей работы имеет обращение горожан. Сегодня есть немало каналов, по которым жители могут обратиться в органы власти с вопросами и пожеланиями. Работу эту контролирует наше управление контрольной антикоррупционной работы. Какие результаты в работе в завершающем году доложит начальник управления контроля антикоррупционной работы Точичева Елена Александровна. В муниципальном образовании города Казани организована планомерная системная работа с обращениями граждан, поступающих с самых различных источников. Их анализ является не только инструментом выявления ситуаций, представляющих общественные риски и требующих принятия оперативного решения, но и основанием для разработки различных целевых программ в городском хозяйстве. Кроме того, анализируя тематику обращений, можно дать оценку правильности принятых решений, эффективности и качеству их реализации. В 2019 году в исполком города Казани посредством электронного документа оборота поступило около 39 тысяч обращений, что на более чем 4 тысячи больше, чем в предшествующем году. Повышение активности горожан мы связываем с проходившей выборной кампанией депутатов Государственного совета Республики Татарстан. Именно в этот период вследствие встреч с населением произошел рост числа обращений. Если же к этому количеству добавить уведомления, назначенные городу колл-центром Государственной информационной системы народный контроль, то мы имеем суммарную цифру более 71 тысячи, то есть к нам в течение года обратился каждый 17-й житель города. В прошедшем году совместно с Казанским городским общественным центром была продолжена работа по анализу и контролю решений вопросов, поступивших в различные средства массовой информации. Было отработано 576 сообщений, из которых 507 решено в течение недели, 25 запланированы, остальные разъяснены. Таким образом, решено более 92% проблем, с которыми горожане обратились в средства массовой информации. Анализируя структуру этих обращений в сравнении с 2018 годом, можно отметить, Наибольшее количество вопросов касается благоустройства, а не содержания жилого фонда, как было в 2018 году. Уменьшилось количество сообщений о перебоях водоснабжения, порывах на сетях. Безусловно, это результат системной планомерной работы городских служб. У нас также налажена обратная связь с источниками сообщений. Городской общественный центр информирует их о решении вопросов. Перейдем к итогам работы в народном контроле. Система функционирует с 2012 года. В город Казань по-прежнему поступает более половины всех заявок по республике. А за весь период функционирования системы города назначено более 150 тысяч уведомлений. С 2012 года решено более 135 тысяч или 88% заявок. Следующим по количеству поступивших уведомлений является город Набережной Челны, куда поступило 11% от всех уведомлений. Поступление заявок идет с неизменно нарастающим итогом. Только за прошлый год рост составил более 16%. Динамика решенных уведомлений также является положительной. При индикаторе, установленном Кабинетом министров Республики Татарстан в 55%, наш показатель – 74%. Основное количество заявок по-прежнему касается вопросов благоустройства территории, содержания и ремонта дорог, организации дорожного движения. Несмотря на большую работу, которая проводится в городе в этом направлении, количество уведомлений горожан по этой тематике увеличивается. Это говорит о том, что у казанцев все более высокие требования к качеству городской среды. За 2019 год решено более 24 тысяч уведомлений. Приведу примеры заявок, решения которых отмечены словами благодарности горожан. Это ремонт дороги по улице Красной Позиции. Вы видите комментарий класс, как красиво благоустроили, от всей души благодарю. Дороги по улице Зорги, поселок Кадышево. От лесожителей Кадышево выражаю благодарность. Дороги по улице Карьерная, поселок Карьер. Все сделали красиво, спасибо. Занижение бытового камня по улице Баумна. Благодарю за оперативность. Далее следуют заявки, решение которых поддержало большое количество горожан. Это ремонт дороги по улице Центральной в поселке Салмыче. Поддержало 633 человека. Организация дорожного движения на пересечении улиц Мамадышский тракт и Натана Рахлина. 506 человек. Ремонт тротуара по улице Родины. 154 человека. Ремонт дорожного полотна по улице Мамадышский тракт. 110 человек. Ремонт детской площадки экопарка Харовая. 39 человек. Большое внимание уделяется также заявкам, давно поступившим на исполнение. Руководители структурных подразделений исполкома, главы администрации районов проводят системную работу по их решению. Так, в прошлом году была решена заявка 2012 года об устройстве пандуса по улице Татарстан. 2014 года по освещению улицы Калинина в поселке Атары. Вместе с тем, в системе еще достаточно много уведомлений, давно поступивших на исполнение. В основном это вопросы строительства, ремонта дорог, тротуаров в поселках, строительства сетей освещения, благоустройства дворов. При координации работы исполнителей в системе «Народный контроль» нами используются элементы соревнования. Каждый месяц руководителям рассылается информация по достигнутым индикаторам при работе в этой системе, по количеству решенных уведомлений, по динамике решения уведомлений, длительное время находящихся на исполнении, что, безусловно, дает свои результаты. Итоги работы в «Народном контроле» зависят от итогов работы каждого из подразделений, отрабатывающих заявки горожан. По-прежнему наибольшее количество уведомлений поступает в администрации районов. Лидером является администрация Вахитовского и Приволжского районов. Более 6 тысяч обращений с самой большой динамикой увеличения. По абсолютному количеству решенных уведомлений на первом месте также администрация Вахитовского и Приволжского районов. Но так как Республика нас оценивает по относительным показателям, то есть процентное отношение решенных уведомлений к общему числу поступивших, то этот показатель также для нас является основным. В 2019 году среди территориальных подразделений исполкома лучшей стала администрация Кировского и Московского районов, вернув себе пальму первенства. На слайде представлены лидеры по администрациям районов за последние 5 лет. По отраслевым подразделениям впервые лидером стало управление наружной рекламой информации, более 90% решенных. Несмотря на то, что в данное управление поступило в 9 раз меньше заявок, чем, например, в Комитет внешнего благоустройства, их темп просто по решению нельзя не отметить. На слайде представлены лидеры по отраслевым подразделениям за последние 5 лет. Достигнутый нами результат по решенным уведомлениям более 74% несколько ниже, чем в 2018 году, хотя в абсолютном значении количество решенных уведомлений увеличилось почти на 3000. В текущем году, в юбилейном для нашей республики и всей страны в целом, и задачи мы должны ставить самые амбициозные, а именно проанализировать, включить в действующие программы, решить заявки горожан, длительное время находящиеся в системе, оперативно размещать фото решенных уведомлений, обеспечить рост решенных уведомлений. Мы не должны снижать темпы, а те структурные подразделения, которые сегодня не прозвучали в докладе, также хотелось бы видеть в лидерах. Горожане проявляют гражданскую активность, информируя муниципалитет о нарушениях в городской среде, присылая фотографии и точные адреса заявок, и мы должны приложить все силы, чтобы их выполнить. Благодарю за внимание. Спасибо, Елена Александровна. Присаживайтесь. Растущее число обращений говорит о том, что есть результативная обратная связь. Люди видят, что все эти каналы работают и потому обращаются. Мы должны спасибо сказать всем, кто нам пишет и указывает на те или иные проблемы и сложности. Мы знаем, что есть очень немногочисленная категория профессиональных жалобщиков, людей, которые таким образом самоутверждаются. Но основная часть обращений, они по делу и часто содержат дельные предложения. Уважаемый ССМ, активно обсуждается послание. Давайте обсудим сегодня, какие демократические результаты мы имеем по итогу прошлого. Начавшиеся снижения числа родившихся детей, это объективность того, что мы, в которых родился второй, третий ребенок и даже четвертый. Мы, скажем еще раз, второе, что внушает оптимизм, это растущая разница между рождением и количеством нечего положительной динамики, видели, что в Привозном федеральном округе, только в Уфе, наших родителей, нашей семьи, которые живут за вторыми, за третьими, за последующими детьми. Количество смертей, увеличение продолжительности жизни. Мы действуем в области медицины, территории Казани, и в нашем наследии по той же седьмой городской больнице. Серьезный сосудистый центр появился. Все это позволило сегодня уже говорить. Казани сегодня уже не кажется столь масштабными, но результаты именно статистика, говорит сам Казань, 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 невозможно было бы иметь те результаты, которые мы имеем на сегодняшний день. Проект «Жизнелюб» мы начинали опытные сроками на сегодняшний день, трудно себе представить наших уважаемых и старших жителей Казани. Ну и немаловажно спортивная активность, рост числа постоянно занимающихся структурно-спортами. В первых ваших, по следующему году, мы ждем уже 21. Новые вступили в действие, наоборот, через букву закона. Понятно довести информацию до родителей наших первых с тем, что Назима Жиганова в новом микрорайоне, который строит АКБАС совместно с государственным жилищным фондом. Создали пыли маневального комплекса АДНР, проэнкулировать наш первый президент, что устроится, а также пристрой в 165-й школе. Также есть у нас возможности дополнительных в густонаселенных, тем не менее, еще в форме строя есть ганапатейш. Благодаря попекуму, который мы счастливо переживаем в последние дни, что это не какие-то хотелки, начальника этого образования района, директора школы. Уважаемые коллеги, в эти дни внимание всего мира пришло.